здравствуйте друзья здесь демитков юрий вчера у меня эмоции зашкаливали конечно я был сильно перепуган боялся что начнется война видео соответствующее снял что делать и что сделал я и на эмоциях и что из этого вышло то есть я сегодня хочу сказать что эмоции мешают нам в торговле и насколько это насколько они мешают ну смотрите я сказал что вот в ночи когда я посмотрел что происходит я часа в три ночи или там в 4 глянул новости и увидел в новостях что интерфакса что иран запустил там кучу ракет по военным базам находящимся в ираке и ну это серьезный удар насколько я понял и нефть должна взлететь а накануне сказать там они как в детском саду играли значит там чья пиписька больше грубо говоря им соответственно нагнетали обстановку так что в общем-то нервы были на пределе я каждый день смотрел на новости чем ответит иран на убийство сулеймани и давайте посмотрим что произошло нефтью вот в этот момент вот сейчас вы видите график нефти нефть достигала 71 с половиной доллара за баррель это как раз тот момент когда полетели ракеты в ночи но наша биржа уже была естественно закрыта это было часа там в два ночи но американские еще там работали какие-то бирже и после этого вскоре нефть сразу стала падать ну я думаю что у кого-то была информация она упала но все равно было выше чем 69 долларов за баррель мы видим здесь она устаканилась то ли бирже закрылись то ли еще что но а потом значит стало ясно что напряжение спадает и посмотрите насколько упала нефть и минимум было до 65 долларов посмотрите 71 с половиной до 65 это шесть с лишним долларов за баррель такого ну давно не наблюдалось вот но на эмоциях я говорил что я заложил вложился в рост нефти но я вложил туда не все деньги я купил опционную стратегию это был вертикальный call spread на рост нефти и рост нефти ну так сказать от 69 до 75 я бы взял достаточно большую прибыль но соответственно нефть сейчас ниже 65 и понятно что вот из-за эмоций я в данный момент понес убытки именно на нефти но я не стал вкладывать все деньги в нефть отнюдь у меня был открыт стратегия опционная такая же на индекс ртс и сейчас я вам покажу как она в принципе действует я ее не закрывал я не продавал никакие акции на фондовом рынке ну потому что они куплены надолго и основная часть денег у меня именно на фондовом рынке и в нотах и по-прежнему я в общем так сказать не считаю что их надо продавать кстати что произошло на самом деле я очень зауважал иран на самом деле дело в том что иран долго думал что же делать в иране не хотят войны америка тоже не очень хочет войны и ирану надо было доказать что что они все таки ну вот такие свою якость и что они такие крутые вот но америка должна была дать им это сделать что произошло в результате в результате иран предупредил ирак соседний что он будет сейчас бомбить америку ирак предупредил америку о том что сейчас будет ракетная атака на америку американцы вывели верс персонал с со своей авиабазы и ракеты полетели ракеты были как говорят баллистические что это значит а значит они неуправляемые просто просто пульнули и все это но типа катюши наши только но естественно усовершенствованы было выпущено сколько-то ракет какие-то из них долетели какие-то нет некоторые ракеты упали на базу иран ну грубо говоря испытал свое оружие показал американцам что если они запустят что у ирана есть оружие которое американцы но не в состоянии сбить как ты собьешь баллистическую то есть у нее ни следа нет ничего вот она летит болванка и летит ничего ты с ней не сделаешь и она маленькая достаточно вот то есть иран показал что он способен поразить американские цели если что но при этом предупредил что чтобы они вывели персонал чтобы никто не пострадал ущерб был минимальный трамп после долгих раздумий сказал что в принципе отвечать они не будут на эту атаку иран сказал что они довольны возмездием иран кстати для своего внутреннего скажем но в своих новостях объявил в иранских что 80 человек погибло американцев вот и единственное непонятно непонятка с украинским боингом вот там более чем непонятно на самом деле ситуация через несколько часов после запуска ракет иранских потерпел крушение мы знаем боинг самолет украинской авиакомпании на котором было 167 пассажиров все они погибли он перестал выходить на связь через две минуты после взлета на высоте две с половиной тысячи километров метров он набрал высоту момент взлета и и упал что там случилось непонятно сначала объявили что это возгорание двигателя сейчас мы увидим что это скорее всего не так кто-то говорит что это была ракета которую сгорячая иранцы пульнули по боингу возможно но вроде говорят что ракеты не было видно ну и есть еще версия о том что совершен теракт возможно так и было дело в том что самолет внезапно перестал выходить на связь но если бы отказал двигатель то связь бы не было потеряна с одной стороны и с одним отказавшим двигатель двигателем самолет способен как говорят сесть и с другой стороны если бы это был ну скажем техническая неисправность как может быть техническая неисправность когда самолет был достаточно новый экипаж опытный самолет накануне буквально за два дня до этого прошел полный технический осмотр и никаких не обнаружено неисправностей то есть судя по всему самолет упал не сам ему помогли и я думаю что все об этом знают и все постараются об этом умолчать почему я говорю что самолет скорее всего упал не из-за технической неисправности давайте посмотрим вот элементарно на фондовый рынок он показывает все ребята давайте посмотрим на акции компании boeing что с ними произошло в момент крушения самолета посмотрите давайте посмотрим что произошло 8 января вот здесь акции боинга росли и вот вот он момент крушения посмотрите насколько они упали с трехсот тридцати семи до трехсот тридцати то есть падение было крайне незначительным это значит что никто не верит в техническую неисправность боинга это не тот боинг который вот с которому боинга проблемы 737 макс это другой самолет который доказал свою надежность и в данном случае акции компании боинг не упали кроме того иран сказал что он не даст компании боинг самописца он даст их в какую-то независимую организацию ну может быть украине может быть еще кому-то вот так ну что я могу сказать украине я могу только посочувствовать приношу свои соболезнования украина опять пострадала в общем так сказать я бы сказал невинно что там произошло непонятно ну вот это вот единственное такое странное пятно что произошло с акциями вот сейчас вы видите график что происходило с индексом s&p 500 как раз вот в момент ракетной атаки со стороны ирана он рушился вниз когда стало ясно что в общем то ничего страшного то он поднялся потом когда в общем то сказать выяснилось что вообще все нормально войны не будет индекс вырос и достиг новых вершин вот так что происходит с индексом ртс давайте посмотрим индекс ртс продолжает расти то есть индекс российских акций выраженных в долларах продолжает расти и у меня достаточно много позиций в индексе ртс то есть я не все вкладывал в нефть вот посмотрите как выглядит стратегия по индексу ртс в настоящий момент у меня вот эта линия соответствует 140 тысяч по индексу ртс вот это линия соответствует сто семьдесят тысяч по индексу ртс в данный момент цена ртс вот такая 160 тысяч мы видели и но вот эта красная линия то текущая как бы позиция а индексы опционы такая штука которая в общем так отменяется во времени и вот эта вот голубая линия это ориентировочная оценка позиции на 12 число на 12 января темно-синяя уже на 16 января дело в том что 16 января часть из тех опционов которые есть они будут они будут закрыты у меня их всего три позиции на 16 января и на 20 февраля все остальное вот посмотрите что будет 16 января 16 января самая нижняя точка 16 января ну грубо говоря плюс 10 тысяч рублей то есть это минимальная сумма минимальная прибыль которую я получу от этой опционной стратегии которая я сконструировал ну соответственно если он вырастет до 170 прибыль будет 43 тысячи если он упадет до 140 прибыль будет но 36 тысяч то есть в любом случае будет прибыль ничего страшного и вот эта опционная стратегия которая и и в случае падения индекса и случае роста индекса ну она вот как бы конструкция работает в любом случае будет ну минимум 10 тысяч важно иметь терпение и дождаться экспирации до экспирации естественно здесь но вот здесь вот рисует она ноль но минимальная значит там минус десять тысяч там поэтому здесь с опционами надо иметь терпение и эмоции держать просто в кулаке просто вот вообще вложился и жди ну вот такая стратегия и смотришь там все рушится там какая-то вот текущая позиция уходит в минус серьезный но надо дождаться окончания всего и все будет хорошо потому что есть такая штука с опционами как временная стоимость и она меняется опционы это не для слабонервных во первых а вторых ну здесь надо понимать на что мы идем потому что здесь возможно и потерять все что вложено совершенно спокойно ну например в нефти я совершенно но уже так почти наверняка потеряю то что было вложено но сейчас я это закрыл позиции потому что ну в общем сказать напряженность ушла войны не будет вот такая ситуация сейчас то есть смотрите эмоции еще раз могу сказать самый большой враг наш это эмоции как с ними бороться покупаем акции и держим но акции такой инструмент из которого еще можно выпрыгнуть на эмоциях потому что вот когда эмоции зашкаливают все кричат надо продавать акции надо продавать акции не надо их продавать когда вы сможете не продавать акции когда кажется что все рушится тогда можно считать что вы обуздали эмоции если вы не опытны то я вам мой вам совет покупать даже не акции а просто ну во первых ничего не делайте там модельный портфель например да купили и спокойно наблюдаете без эмоций но модельный портфель еще там можно продать самостоятельно все это сказать перетасовать на эмоциях вот есть такой инструмент как ноты ноты продать очень очень сложно я вам советую то есть ноты дают прибыль там ну скажем вот те самые ноты которые я показывал ноты номер один номер два номер три дают 20 процентов годовых при условии если акции упадут не больше самая худшая акция упадет не больше чем на 15 процентов но пока еще ни одна акция не упала две ноты уже закрылись по автоколу потому что они выросли при росте самые худшие акции ну всех акций грубо говоря эти ноты закрываются по автоколу я еще не привел соответствие все эти графики но мы видим что вот так 30 числа нет 7 числа была значит очередная дата отсечки вот та нота в которую вложено 150 тысяч у меня она ну минимальный уровень но компания Роснефть не выросла она чуть-чуть упала поэтому был начислен что было начислено был начислен купон и нота перешла в следующий режим наблюдения следующая нота уже другая Алроса Мосбиржа Сбербанк НЛМК ну она сейчас вся в плюсе все акции в плюсе и насколько я помню здесь уже она отработала то есть по автоколу была отозвана нота номер 3 которую я приобрел на ИИСе я уже получил купон ну здесь смотрите Лукойл взлетел последнее время да Яндекс сейчас ниже чем 100% но где-то близко к 100% от момента покупки ну то есть как бы все работает купоны получаются то есть получается что для того чтобы обуздать эмоции ребята купите ноты и не парьтесь просто получаете там свои почти гарантированные 20% годовых недавно я опубликовал видео про ноты которые предлагает Сбербанк ну там доходность в 2 раза ниже 10% годовых ну и соответственно вот этот порог ниже которого купон не выплачивается здесь 15% те ноты которые предлагает открытие а у Сбербанка это 10% ну я могу сказать что мне кажется что ноты от открытия более привлекательны ну в частности 20% и ежемесячные наблюдения то есть с большой вероятностью нота закрывается до закрытия у Сбербанка 5 лет срок действия ноты 10% годовых и наблюдения по-моему там даже раз в год ну мне кажется это менее привлекательно просто ну вот какие ноты у БКС я пока не знаю там очень много их я буду наверное об этом рассказывать ну а на сегодня все спасибо за внимание с вами был Демитков Юрий лайк и до встречи до встречи